В этом видео я расскажу о технологиях шлифовки с рук Сначала я покажу как в шлифовке используется бензопила Потом мы рассмотрим варианты применения лепесткового диска Дальше будет основная шлифовка болгаркой Подрезка углов Следующим этапом шлифовка углов пушком И последнее это шлифовка сруба шлифмашинкой эксцентриковой Уже окончательная, которая будет доводить все до идеального состояния Есть операции, которые невозможно сделать болгаркой Или это будет очень долго Например в данном случае у нас остался сучок сколотый, кора Это конечно можно вышлифовать, но займет очень много времени Плюс к тому же вряд ли получится это сделать достаточно качественно Поэтому мы с помощью бензопилы сейчас это уберем Здесь у нас была кора Теперь получается я ее убрал с помощью бензопилы Сколотый сучок тоже убрал и подготовил это место для того, чтобы сюда было удобно подлезть лепестковым диском Лепестковым диском делается черновая шлифовка срубов На данном случае она уже сделана И также всякие мелкие доделки, как в данном случае Вот мы будем убирать следы от бензопилы Также шлифовка торцов Чтобы защитить органы дыхания и глаза от попадания пыли Обязательно надо использовать маску В данном случае закрытого типа это самый удачный вариант Сейчас я ее одену и благополучно начну шлифовку Субтитры сделал DimaTorzok Следующий этап это подготовка пазов Для этого я меняю маленький лепесток на большой Заранее подготовленный вот таким образом То есть у него есть вот такой острый краешек Которым я смогу подлазить в те места, куда обычным маленьким диском подлезть невозможно Этот диск мне нужен для того, чтобы подлезть в пазы Куда я не смогу попасть маленьким диском И в углы вот эти места тоже получается Этот диск сюда сможет подлезть Маленький не сможет, так как я буду упираться болгарно Шлифовать пазы и углы нужно очень аккуратно Потому что на больших оборотах очень легко зарезаться и испортить Поэтому желательно иметь инструмент болгарку с регулировкой оборотов В данном случае я шлифовал минимальных Тогда остается, скажем так, пространство для маневра То есть мы можем аккуратно куда угодно подлезть и не зарезаться Также благодаря малым оборотам процесс становится более безопасным Потому что при работе с углами есть очень большая вероятность того Что болгарку куда-нибудь там зажует, заклинит, она может отстрельнуть На больших оборотах это очень опасно На малых мы можем гораздо более полно контролировать инструмент То есть вероятность такого случая минимизируется Следующий этап это уже непосредственно основная шлифовка шкуркой Для этого я меняю лепесток на вот такую вот насадку С шкуркой В данном случае это шкурка с зернистостью 80 Это для такого способа обработки идеальный вариант Потому что если она будет более крупной зернистости Мы будем оставлять слишком большие следы, которые потом будет сложно убрать Если зернистость будет меньше, то шкурка будет быстро забиваться И будет очень большой расход материала Следующий этап это подрезка углов То есть места, куда мы не смогли попасть с болгаркой в углах Ну и иногда, когда большой паз, например, вот как в этом случае Это большого диаметра бревна В паз не получилось подлезть даже большим лепестковым диском То есть вот эти и эти места нам нужно сейчас подрезать Потому что пытаться вышлифовать вот это вот дерево Во-первых, опять же, это будет очень долго Во-вторых, вряд ли получится Потому что дерево здесь потемневше И нужно убрать достаточно большой слой А сделать это простой вибрационной шлифмашинкой очень сложно Чтобы обработать углы и пазы Нужен специальный резец Делается он из обычной стамески Как это делать, смотрите в отдельном видео Сейчас я хочу отметить отдельно Что главное, чтобы он был очень острым Если он будет недостаточно острым Он будет не срезать, а скалывать древсину И потом обработать ее шлифмашинкой будет значительно сложнее Контролировать, как отколется дерево практически невозможно Поэтому таким образом мы можем просто испортить угол Во-первых, надо стараться срезать минимальный слой Потому что при, опять же, глубоком зарезе в дерево Есть вероятность скола Второй момент, это то, что нужно двигаться по углу сверху вниз Так как у нас бревна лежат друг на друге Когда мы срезаем этот угол У нас открывается верхняя часть этого угла Когда срезаем этот, соответственно, верхняя часть этого По такому же принципу делается подрезка паза То есть сначала мы подрезаем верхнее бревно Когда мы срезаем его, часть открывается нижняя И тогда мы срезаем нижнюю часть Очень важно, во-первых, при шлифовке не зарыться в угол Потому что тогда, опять же, здесь придется много срезать И второй момент, при подрезке надо добиться такого результата Чтобы плоскость переходила дальше от отшлифованного к углу Потому что в ином случае, если здесь останется ступенька Она будет заметна Следующий этап это обработка углов утюжком На него одевается вот такой вот обычный круглый круг Таким вот образом Дальше с его помощью мы обрабатываем углы, которые до этого подрезали При шлифовке утюжком На него ни в коем случае не надо сильно давить Потому что у него вот здесь вот на этой площадке крючочки Которые зацепляют, собственно, диск Если мы будем давить, они быстро сточатся И держать шкурку он перестанет Шлифуем углы Для того, чтобы сделать одинаковую впитывающую способность угла И того, что мы пошлифовали болгаркой или шлифмашинкой Потому что если оставить угол просто подрезанным Даже если он будет подрезан очень хорошо Краску он будет впитывать по-другому Поэтому при покраске, особенно в какой-нибудь темный цвет Углы будут выглядеть светлыми Так как впитают себя меньше краски Это будет очень сильно бросаться в глаза Даже при максимально качественной шлифовке болгаркой На бревне остаются следы от диска Потому что у болгарки очень высокая частота оборотов В отдельном видео я показывал Как обработанное таким образом дерево выглядит после покраски Чтобы избежать такого вида дерева Мы используем эксцентриковую шлифмашинку Так как принцип работы несколько иной, чем у болгарки Она одновременно и крутится, и вибрирует За счет этого следы, которые остаются, затираются То есть с ее помощью можно добиться результата такого Как будто дерево вообще не обрабатывалось А просто само по себе очень гладкое Если вы хотите добиться идеального состояния бревна То это самый лучший вариант При работе с эксцентриковой шлифмашинкой Особых нюансов нету То есть она не очень быстро двигается Поэтому что-то ей запороть очень сложно Ее можно вот так вот просто поставить на стену Чай пить, курить И она благополучно там будет шлифовать И никаких ям там или зарубок не сделает Единственный момент это то, что Поскольку мы хотим убрать все следы от болгарки Надо очень внимательно смотреть Какие места вы уже отшлифовали, какие нет То есть наша задача прошлифовать полностью всю плоскость бревна И убрать все следы от болгарки Это довольно таки непросто Потому что их не очень хорошо видно Опять же желательно, чтобы это делал профессионал Потому что в противном случае Могут оказаться пропуски Которые при покраске будут видны А исправить это будет уже довольно сложно Я рассказал вам о всех этапах шлифовки сруба Вы убедились, что шлифовка это трудоемкий процесс С массой нюансов, которым не стоит заниматься самостоятельно Переходите по ссылке в описании Связывайтесь со мной И эту работу сделают для вас профессионалы Если это видео оказалось для вас полезным Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал